хорошие мастеры конкурсы интересные нихрена не подготовлены как бы этот ролл 20 виноват потому что он отменил типа мелодия я так знаешь как сложно идти вальсовые мелодию нереально я думаю и не получится найти в обычной ситуации так рома рассказываю что было в прошлый раз ну здание упала прибежала садака достала меня забрала джосию и вы двинулись храм я это все время пытался отходить выздоравливать рион умер и садака занималась своими делами потом мы попытались выяснить какие-то дела по поводу всего того что произошло вернулись в храм я вертел этих инквизиторов и храмовников на пальцы и ночью их по чикали сейчас мы пытаемся решить чем будем делать с этим над если кратко я бы хотел более развернуто а ну да мы еще встретили траста тире а стора который похоронил всех молодец полечил меня все никого не позвонил мало играл но он меня полечил так что он норм ну ладно на улице идет ливень ночь вы все собрались кто-то там оделся вышел но не на улицу а то есть наверх из катакомб скажем так поднялись вы из подвалов вот мы же выходили через главный вход тоже ты хочешь сейчас под ливнем во время писания стоять я тебе больше скажу я же даже следы нашел и иду по ним со своей половинчатой скоростью ты решил назад вот ливень ночь фонарь аптека церковь ты нашел следы аптеки остановимся в него закинуться чем аптека закрыта если ты будешь бежать дальше я тебе хороший доктор и больница у вас ничего так ну и так ваши действия можете по порядку можете все вместе сказать там все что-то решают туда-сюда я нашел сурвайвалом следы типа ковыляю садим смотрите что предлагаю сделать я догнать нашего тумана пока не мерить целую его половину и либо посмотреть куда он приведет нас либо же остановить его но я если что сообщил что я нашел следы я слой чем сейчас вечер макс или утро но ночь-ночь-ночь-ночь глубокая ночи чтобы получить лошадей от визиторов нам нужно дождаться утра потому что ночью они не поедут а если мы уйдем без них о смысла в этом нет потому что с ним мы сможем поехать в лошадях он задать и кивает но нам нужно остановить эту тварь она напала на инквизитору бежатва от зараженной воды может быть гораздо сильнее чем а 100 это я понимаю но как я уже сказал и зараженную воду никак сейчас не догоним но и до утра и мужа поискать хотя я бы ну конечно лучше все-таки отдохнул вы себя нормально чувствуете более-менее которые действительно чувствуете а более менее пошли тогда быстрее за этим вахматым другом наполовину бахматом я смотрю играть и все-таки подготовился мысли он выучил все что эти все слова которые связаны с половиной он же пытался сказал что придумает шутки про то что я наполовину сгоревший я все у нас есть как бы я только про влада не могу шутки придумать плохо пишется типа у нас есть священник а это значит ему подходят все шутки про педофилов ватный священник я и говорю на влада как раз таки я ничего не все понял что плохо думается я знаю не на урагатая женщина значит и кто-то роган оставил кайф party это вот просто карикатурная ситуация священник код демон и синий чувак просто dream team ну окей я надеваю щит и начинаю потихонечку настигать тумана но оставляем впереди все до садака делает то же самое за несколько шагов вот вы довольно таки быстро на настигайте тумана то что вы двигаетесь странным образом в два раза быстрее а еще тумана бы догнал монах потому что у него половинчатая скорость это жестко это макс как знаешь подлый прием ссори за мат но я тебе брать в начале спор еще сказал что как только я сниму с рады и очко усталости чтобы у меня скорость целая стала и вот тогда он не догонит ты меня еще слушает догонит не догонит знаете кого кто кого догоняет кого в скобочках всех нет паладин на пятом уровне он такой йоу под моими ногами возникает боевой скакун от меня никто не угодится от меня никому не уйти так ладно давай давай потом твой твой паладин не успел никого догнать поэтому вы догнали туман да мы идем по следам который видит туман и что ну и куда ведешь что следы но догоняет туманную собственно кричит ему вслед джоссе но я опираясь на посох покажу типа вон что не видишь куда-то покажь на землю на следы сейчас мы узнаем и человеческий сурвивал правильно бед ты не видишь нет садака ты тоже не вижу одна сплошная мешанина да ну садака более-менее различать следы но не может понять по каким идет туман следов много там борозла телеги на которую трупы перевозили и так далее а джоссе вообще нифига не видит такое чё где дорога пока идти ты пока идти я огненую окрестность вообще народом многовато на улице для вообще никого нет мы лиме не идет никого нету вот вы есть и прям за вами там священники начинают заколачивать дверь такие типа чтобы еще раз мы пустили этих людей все заколачивать за нами дверь насколько далеко мы это погодишь на на всякий случай напомню дверь была выбита наружу а идет ливень ливень идет то есть по сути это правильное действие сейчас заколотить дверь смысле чин они чинят дверь ну в каком-то розе у них не особо много инструментов так что они сейчас какие-то доски притащили и пытается при помощи них что-то сделать так что это выглядит больше как они забивают дверь ладно тут пока не очень людно астор ты видишь следы то есть довольно таки крупные следы в ботинках видимо по ним туман идет и молодец что поймал след однако на улицах немного людно пока ты не потерял след я все же проверю что впереди идет куда-то собрался идти если следов не видишь какая разница дороги так много макс тут не так много дорог ну от храма видео идет рука на дорогу на самом деле макси сильный быть под ним быть но подворотне или там между зданиями какие-нибудь промежутки представь деревню в которой отсел и тысячи людей живет ну хорошо какие подворотни ты пища я говорю джойси что типа ну как-то куда он допустим следы теперь вон туда сворачивают но показывают на третью не знаю там слева промежуток между домами типа вот туда надо расследовать они прямо игорь на самом деле там ну почти тысяча действительно живет однако крупный поселок именно то есть в ловунах где-то несколько сотен жива здесь ты почти тысяч и но я прибегусь все же по главным но опять же это дети старики тоже считают да я понимаю так что не уходи клипу на игры считается за целого человека ли за третинку хотя я бы считал за кусок говна главная же ты за половину посчитаешься так но это было хорошо согласились итак да сделаем поправочку насчет целый д а потом насчет житель все я джойси убегает вперед по улице приглашаю свой шаг страсть не особо громко хлюк по улицам личного города но муж стал скинуть да я это время повернется а старую видите нас пожалуйста скорее конечно нам вот сюда и один одновременно говорите нам окей а джойси это устремляешь вперед по улице что-то пытаешься найти и направляешься в городе как я понял это пресса мы слышали типа шум всего того что случилось снизу то есть нас возбудила не какая-то оба фигня вас возбудила то то что выломана дверь и было какие-то звуки летающих скамеек и крик вильгельма все все это происходило ну типа буквально минуту назад вот это больше минут назад кто-то из вас кому там одевался в доспехе это что занимает примерно минут десять а мы не спешим я еще инквизиторов резать пытался так что нифига ними да это точно минута гораздо больше времени прошло ну то есть меня затормозили на много времени ну ладно окей я пытаюсь типа выскочить смотреть и идет ли кто-то по улице то есть или она сильно петляет там на далеко и не просмотришь на самом деле строили квадратами обычно так что ты видишь временами ходящую стражу или ополченцев но никого типа здорового никого здорово не были ну ладно тогда возвращаюсь обратно всеми по следам ты вернулся так окей там чуть-чуть что-то кто-то у кого-то спрашивал можете продолжить разговор не просили меня просто идти по следу мы идем по следу я пробурчу что я что по-вашему делал вы но хочет пусть ведет я тогда настороже буду вы просто идея в том что так настаивать на том чтобы мы сделали побыстрее и так сказать что туман туман нас догонял потому что он занят если и мы за и вы идете быстрее туман до садак ну пытается астара там побыстрее пошли да ну окей тогда по один и туз но своей половинчатой скоростью с максимальной внимательностью типа ну поглядываю послушиваю чтобы никто не выскочил ниоткуда понимаешь что максимальная внимательность значит то что это идешь еще с половинчатой скорость дважды четвертной четвертной ну ладно бы и так пассивные много давай без неё ты хорошо ты идешь потеряв свою бдительность да пожалуйста так еще раз получается вы все ушли вперед а туман сзади ковылья это пытается что-то пытаться заметить я просто иду по следу только по своему следу и у меня до хера пассивной внимательности так что как-то так хорошо что пассивной внимательности не находят следы но остальные вы чё делаете мы идем по следу чё траста догоняю типа траста и садаку сюда ты и догнал вы идете пройдем по следу да да вы выйдете по следу джоси это делает тихо как я уже рядом с остальными тихо делая да ну типа смысл если дождь барабанит и так в принципе звуки приглушены до максимума достаточно не звенеть как консервная банка и все либо ты прячешься за каждым углом либо ты лесной эльф но ты не лесной эльф так что ты прячется за каждым углом смысле там не ограничены там на улицах светло что ли ничего или ночь то даже если ночь ну отлично я просто веду себя тихо чтобы если кто-то меня не видит об он не понял что ручки я иду ну в смысле буквально я если вне зоне чьей-то видимости я могу это делать а вот и есть неважно я макс я не верю пхб слышь ты только что заработал все третий уровень усталости снова на байкер с ним типа стоило каждого . усталости да ты смотри 4 на подходе и так петля между домов и с ходящим на цыпочкам за вами джоси и знаете как фильмов таких такой на цыпочках идет высоко поднимая колени за вами сделайте мне музыку под этим делать ну будьте меня несколько лишних классах музыкального образования и музыкальные инструменты под рукой я бы мне кажется смог слушай тебе не нужно мультиклассирование это так что вы идете между домов и это существенно делаешь да ну в смысле сказал а говори б какое это снова вспомнишь что ты говорил а потом что я говорил так что вы подходите к таверне бывшие таверни дырки от таверны дырки от таверны да кей вот астр ты видишь как вот эти вот следы они там вокруг таверны прошли в одну сторону в другую а потом путь пошел в центр скажем так площади вот этого деревенск будем продолжать идти на нее следы ведут туда да раз никак не комментируешь вы идете вы приходите к центру деревни и видите как среди всех помещений существует только в поместье мейстра горит свет и вроде как следы туда ведут мейстер может быть в опасности надо поспешить пишу со всей своей половинчатой скоростью бакс если если ты только до таверны дошел еще раз два месяца если следы ведут дом мейстра и нас туда ведет астор то мы идем туда и стучимся дверь но там что дверь может не закрыть вы или нет вы приходите туда и дверь на самом деле не закрыта я вас перенесу на карту вроде видно дверь которую приоткрываете видите как внутри сидит мейстер это человек номер а в моих токенах и человек номера человек человек номер а на самом деле мейстер видимо не был к этому готов это довольно таки немного полноватый человек второй подбородок у него не появился но все таки это видно сейчас такой в ночнушке и в пледе накинуты на него сидит в кресле напротив него находится действительно большой тигр гуманоидной формы который сидит и пьет скажем так из бокала для мартини что-то у них есть бокалы для мартини да там оливка лежит он подоживает у него бокалы для бартини если в прошлый раз и начал с горла какой-то поила еще раз помните было на простой сессии и мейстер был этого староста саряда согласен нет не тот дан сейчас давайте все резко чморить влада за что почему него типа токен квадратный позор остановлю типа игроков больше с квадратными токенами чем с круглыми токенами погоди блин у тебя токен риона стоит блин извини трасс я забыл я удалю оттуда токен я выкину новый а еще мне кажется что влад дел круглый токен но макс его не вставил да скорее всего скорее всего ты мне не пангах и скинуешь такой помни и пауте об этом говорю вот тот час час я проверю то есть он не был кругом он был круглым с этими полями это джип беговский был стан почему его дело в той программе потому что я те возможно эти об этом мог не сказать так вот вы не видите хп ассер потому что у вас доверие еще не прокачено а почему тогда и сделай так чтобы он не видела наши хп у наш доверие доверие не у него хорошая внимательность так вот когда я тоже вижу это же хорошая внимательность у тебя диза дв на нее комната дальше писать да я еще не комнату я описываю находящихся внутри тигра нет довольно таки неплохой фраг такого вишневого цвета то есть как обычно одеваются в высшем свете вот то что он попивает вы поняли сидит на вот этом вот кресле который находится рядом с ним стоит обороте то есть это вервольф который одет в такой скажем так как дворецкий но сами понимаете какой фраг дворецкого и держит руках полотенце в котором завернут к эта бутылка которую он видимо подливает ему в бокал а так в принципе помещение мастера выглядит как большинство здешних зданий только его утвари ну скажем так сделано немного более красиво то есть если у него там стол то он там ножки допустим в форме каких-нибудь рыб сделаны и так далее то есть видно что это была красивая резьба вот висят определенные картины которые запущают солнечный день допустим корабль в море на потолке висит люстра можно я уточню по поводу ситуации до мастер сидит типа напротив никогда и типа башка у него не взрывается от того чтобы блять перед ним сидит тигр и вервольф на самом деле мастер сидит по поджав немного под себя ноги и такое немного трясется но это непонятно не тебе а травму этому тут туману и астону нет то что он трясется и типа его со спины видите надо окей может его просто ходу садака заходить джойси ну стойку аж муки и даже джойси достает свой меч до берет его обратным хватом чтобы типа лезвие вниз на версия вверх да и знаешь открывает дверь типа делает медленно три стука типа ты 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 туком чего и обо что зверь была открыта версия меча об двери открыто уже неважно заходя внутрь вера существа обратили на вас внимание но вы решили вас проигнорировать тигр протягивает по свой бокал который наполняет обороте но этот волк и продолжает пить мне еще сказать джойси да но джойси прерывает тишину одной фразы дальше можете сами говорить мейстер господин мейстер я не помешал вашему званому ужину мейстер так типа поворачивается нет у нас все в порядке можете идти дальше так вот садака в стиле аниме адвоката заходит и вы напали на инквизицию немедленно сдавайтесь вы арестованы или около того страшный взгляд направлен на тебя ким спас бросок по мудрости это это серьезно 9 до 9 ты понимаешь что тебя страшно от этого взгляда и у тебя на ближайшую минуту пока скартак ничего особого не произойдет у тебя страх висит фигина кто-то обоссался так что у тебя затряслись многие поджилки небе сложно говорить в присутствии она пересиливая себя продолжает тебя немедленно сдавайтесь тигр складывает свои пальцы немного ими постучит потом такой про просит наклониться волка и что-то ему произносит волк мистер эйнс желает понять что вам именно него нужно он пришел сюда выпить и ничего больше ну а также решил видимо по пути разобраться с парочкой представители власти джося уходит в комнату оттесняя садака а тем самым нарушив закон немедленно сдавайтесь вы вас определяют в тюрьму местную ну или порку тут как бы как повезет а да кстати какие могут быть наказания за нападение на позицию смерть смерть казнь точно при нуждаем публичная клюза прилюдная а ну тогда но если садак сжигание на костре она примерно это и скажет вас ждет публичное сжигание на костре тигр вам такой довольно таки громким голосом а если откажусь и что вы сделаете что мы вас задержим протягивает вперед руки ну вперед я все еще боюсь ему пододвинуться правильно правильно джоси могли бы мне с этим помочь но джоси собственно убирает меч можно на спину обратно вот снимает с рюкзака веревки и начинает потихонечку типа изображать ну собирать типа жирные такие пункты народ собирать ну собирать узел для пункта чтобы можно было в руки только про дети все затянуло у него бы покать мог соединились типа кисть спелить ассор что заявку у тебя рожденный в тумане там далеко еще ну ты на самом деле вы видишь он сейчас ковыляет и через минуту наверное будет у вас через минуту я через бонусное действие ускоряю свою скорость два раза типа бега а какого причина да потому что твою мать ну какая минута ну твою мать участью закончится смысл что-то идут нет если у тебя нет причина ускоряться то ты не ускоряешь это музею пробую я еще не закончил ваш да да ты не закончил давай тогда небольшой флакончик расчехляю каплю себе на ладони подожди что-то именно флакончик флакончик чем он называет его флакончик типа окей получается себе с отдать и джойс понимаешь что твой священный символ может в качестве капли святой воды использовать неинтересно так и интересно ладно даже святая вода друг стоит так смысле дорогая вода просто крест в воде покупать нет надо типа воду высыпать стружку серебряную который счет стоит от капельки не будет собственно джойси но продолжает крутить типа пункты пока собственно по телосложению существа которые перед ним они не станут типа достаточно грех это сраный вертигр тебе нужна не веревка а сраная цепь зачем ну типа как он 15 метров веревки я очень тщательно типа и медленно методично после того как я их докрутил да собственно образуется грубо говоря две таких поля для для рук точнее для два отверстия для рук ну ты понял да макс что при ну что я нагрузил типа вот как бы дырка для одной руки вот дырка для другой руки дает не как бы довольно длинные потому что там очень много всякого накрученные когда типа затянешь веревку они типа сомкнутся между ну что ж господин рисовал какие-то херовые очки если честно да господин айнс поле вы не против ваша знания на 5 что вы правильно понимали как то это как единицы на немецком пишет вот он начинает быть примере на и методично подходить к этому существу если что готовы к тому что на него набросится это если что макс . вот и собственно протягивает получившийся существу принято подошел к нему родите ваши руки сюда подходит до конца это коль ты был готов атаки инициативу пожалуйста 10 раундов пацаны я пошел потому что когда к тебе подошел две лапы в начале от тигра а потом не может быть мысли же лапы не может быть на его вот он может только одно атаку из мульти атаки делать если это смотри макс если я правильно я я понимаю все это если это провоцировано смотрите это не способность это действие это действие мульти атака да но не в его ход чему его если мы начинаем мы все были готовы типа если он перекинет 19 инициативу он начнет если нет то я его взрыва меня у него было заготовленное действие ты подходишь с заготовленное действие это реакция его и в реакции нельзя делать мульти атаку почему fundamentally на песке написано когда ты заготавливать мишняку нельзя делать экстра атаку нельзя делать экстра так у это мульти атака это действия 어머ね это не так прописано макс когда ты заготавливаешь атаку ты может сделать одну атаку так у вас есть пока я все роляю возможность мне скинуть и показать где это написано у меня в экшенах написано что мульти атака это полноценный вперед сейчас не вопрос нахрен я пришел сегодня на игру не знаю ты не хотел покидеть сегодня на игру пришел я пришел и себя 10 раундов буду идти до боевки типа камон не уже меньше обосраться вот это да это тем но они тебя не подождаю рассказа я бы сказал что меньше потому что я типа крутил или я делаю все узлы типа как буллите по одной рукой за спиной понимаешь ты единственный выживешь просто так что можешь не торопиться да я примкну к я так понимаю задаваться длезом так падание мимо попадая и так смесли с дизой 12 отцы до 21 сударь минимальный бросок 2 20 ладно пускай падает так одна лапа тигра начали бы тебя промахивается но ты открываешься перед второй поэтому на тебе обрушивается этот удар нанося 6 урона так а второй получается этом это укус телосложения делай тебе тебя укусили за шею на целых 10 урона это меня не вдвоем покусали да нет кусал тебя оборотень то есть тигр попытался бы тебе произвести две атаки своими лапами по полу чё дай меня испарили я ничего с тобой не делал а кто тебе испарил так инициативу мы не видим инициативу тигра и просто ее еще нет ты же ничего за паника погодите не спокойно меня съели на больше чем половину жизни а ты думал он тебя просто писти ладошкой похлопает в куски я так и не понял кто меня укусил укусил тебя оборотень волк который так он в одно лицо распинал четырех инквизиторов а ты один полез к ним двоим гениальное решение тигр волк заяц волк так смотри если я не понял если если я был первый я не буду типа трогать так похоже к инициативу никого нету ходит снова тигр так я до сих пор работает дат шекше но ему пофиг потому что он такой я по нему промахнулся значит еще раз пару раз по нему ударю смотри я нашел это в монстр мануале мульти атака правило мульти полоток зоны стерн х за мульти атака билите и кричер can't use мульти атак в мэкин она про 9 атак пич вас бе обыгнет это про то сейчас ну это типа один хер реакция сейчас победит так это если что страница 11 в монстр мануале сейчас открыт монстр мануал с кем как там написано зла пожалуйста еще секунд так игорь 221 и 17 что из этого 20 попадает 20 падает он снова с дизой 20 доусом дизой 21 укин так и от 9 урона пути еще лапы на 9 урон приходится джоси твой ход видели как приятного буджа начаться жизнь и играешь какую-то чушь но это не чушь динди дальше на грани нс вароковский вербольф хекс вароковский вербольф шо ты кого там света выжил нежно-бежевый нежно-бежевый я трассе цвет шо так надо вам наверно музыку другую ключ ику внезапно эрбольфа рубай тринадцать вербольф ты попадаешь по нему нашел ошеломительные 8 рона ошеломительного 8 рона да а ты там остаешься ясно садок а ты помнишь про благословение у меня я попал у меня есть благословение но я попал я предполагаю что это котелок наверное да сейчас гляну ты правильно предполагаешь что это садака претела гляния и котелок летит в тигра что-то вот летит тигр а ты вообще видишь но по сути видишь ли ну я могу мне все еще есть мух окей тигр хочет сделать спас под иксе со сложностью 14 спас под иксе со сложностью 14 сейчас смотрим спас спас если это не тигр потому что он летит по вот этой линии то хочет сделать вербольф потому что тигра ворачивается дальше котелок летит в вербольф так тигру вернулся кей вербольф вербольф тоже вернулся оба 18 кей так но это иду отсюда один из них ворачивается право другой влево что-то наоборот это показал так бонус action не занять нечем его рожденный в тумане тебе осталось ковылять ну допустим раундов 5 окей ты немного ускорился но но до 7 я считаю но но ты можешь теперь бонус использовать наверно потому что мог услышать что там только что кальти лог пролетел значит два раза быстрее нет не хочу не хочешь я не хочу писать нового персонажа поэтому я пожалуй и вот так вот пока вы ля так джоси а ты можешь сделать а порту потому что и обороте волк устремляется к садак и пытается его укусить а потом полапать 15 рона жестко так 23 14 через это попадает 23 попадает 14 нет нет меня хорошо вас постучал сложение я еще церковь и чем спас по телосложению где 12 а он попал ко мне и хочет сделать вас бросок под иксе потому что из-за реакции использую хэлэч ребью окей какой спас адексе тебе шестерону вот что по шестерам 13 это да то он получать не подожди он получит половину если так значит это в большую сторону 8 или меньшую сам мечты и да и его ошпарила ему еще кстати не записал урон 13 свет угнем если что д а старт 13 я на 15 да если что джоси и садак у вас укусы от этого убрать не чешется с этим будем разбираться потом а не погоди в садак у садак не чешется не забывайте да лучше себя отметьте как-нибудь да я уже забыл вот бангую сейчас бы там четверка выпала джоси честно а стать даже не вижу в тюрьму ордере у меня он есть наш перезагружусь инициатива ночью дольф на единиц а это астриду вот этот игр я подхожу и сначала бонусным действием накладываю на садака это надо было наверно наоборот ну боже это начался или че а потом убежище я буду маз вымазать по этому вервольфу дубины окей смажь по нему чем дубиной ну да булавой хорошо давай ты промахиваешься булава вообще пролетает где-то мимо вообще не рядом с ним это все все да ходит тигр которому все это не понравилось он спинка ноге опрокидывает назад кресло и продолжает бить джосю так мисс крит и 21 21 европопадая джоси на тебя приходится еще одна тигринная лапа сверх так я же не путаю на 4 урона я все наваляюсь джоси спас от смерти ну начисто прикольная кстати есть у меня только соусы нету для начать да ты первая удача садак убежище убежище было бы клево если оно сработало потому что тебе лучше было положить да че там убежище стойду уже поздно было да ну смотри если я сейчас стойду то он перед апартой должен будет сделать спас бросок по мудрости так что смотри вот это что это же какой-то конкретный предмет это короче если я правильно понимаю чуть такое это корзинка лежит и в ней лежат овощи овощи окей шикарно овощи подходят типа неважно что они погоди это это не овощи это пряжа то есть это там клубок видимо нитки намотаны окей неважно даже если клубок ниток он сделает 3 до 8 урона смотри клубок ниток летит по вот этой линии видишь если он если он отбросит вот этот бросает убежище перестает работать какая сложность может быть сначала отойдешь а потом бросишь тогда убежишь погоди да логично я отойду у него один спал мудрости это он не может атаковать окей да я отхожу он делает аппарту он не может меня атаковать после чего я делаю я кастую заклинание он не должен спас под иксе 13 13 он получает 8 урона ладжин блядь ты видишь как его влетает вот это вот пряжа он такой стоит и ты это называешь удар вообще эффекта не возымело сука я забыл все ваш как баба я я узнал бы можешь пройти дальше кстати но я спрячусь за тобой конец вот так я забыл сказать мейстер такой в панике чё делать убегает типа в какую-то из комнат там где-то стул падает а то что тут так и сидит а то тут уже одного человека приходу даже неплохой вариант так так рожденный в тумане 6 раундов осталось ну как бы в жопу там людей убивают то есть ускоряешься я что похож на дурака хорошо ну я слышу пол какой-то котелок но это скорее всего мои ввалились в хату ну типа скажем так слюнями которые теперь капают с ворта даже с перемешанной кровью джоси и садака он пытается в пицце и ударить по астерам ты 19 17 через этого астер какой у тебя ци 18 агам спас по телосложению и укус на не носите целых восемь урона и тебя чесаться вкус начинает агаде хорошо скоро у нас будет четыре животных в пати да согласен ну и там потом у меня же тоже благословение да на тебя блеск висит если ты его повесил кидай до четыре и а потом спас по концентрации нет чешется спас по концентрации пожалуйста ну слова снова типа телосложения и потом до 4 да не надо 4 а стартовый ход а сколько урона скажи 8 так мне кажется на нормальная реакция на наши поемки у нас примерно такая же так а партвитов же не может сделать куда было уже портал динам так он делает еще один укус откуда жарта но было уже так смысле после этого походил самый у него восстановилась мысль ну раунд то не закончился нет там типа аппарта восстанавливается в этот ход нет нет реакция же раз в раунд а он тогда извиняюсь тогда да тогда он не атакует мне казалось свой ход восстанавливать мастер правил не знает у тебя уже четвертый уровень усталость да и пофиг так это смерть если что будь осторожен 6 6 это смерть же все вернусь к нам пожалуйста джесси трону и всего лишь пол хп восстановите в 15 у нас кп и перебрался чё там за двойки так теперь мы узнаем заметил он это или нет чё это кто меня воткнул маску спящего он этого не замечает поэтому просто так брутально подходит переступая через джоси наступая на него прям и начинает бить астара джоси похоронит щитом так это 18 попадания ну да да 18 попадания тигрена рука приходится тебе на голову лапа такая суровая на целу 5 урона 5 джоси твой ход джоси встает ты встал а кстати типа аспас платил сажен у кого у тебя астар ну у тебя ксистрация тебе каждый раз надо кидать при получении урона джоси вставай джоси я так и не понял я так и не смог найти у меня хекс бросился или нет какой парловский эээээ который заклинание Слушай, по-моему, когда у тебя в ноль, он сбрасывает, ну посмотри, да. А второй, ты поддержал, да. Просто у меня с этим проблемы. С. 10 секунд. Ну, это вообще не особо важно, потому что я встаю. Записывать свои умения в чарник надо, чтобы потом просто посмотреть, если не помнить. Я встаю. Это звучит смешно. Что звучит смешно? Да, если ты инхэп стейтед, то сбрасывается. Да, всё. Я, собственно, отдаю тигру порядок его действий. Пускай он забьётся в угол и будет сидеть там, как жалкая шафка. С. 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 Вытягивает руку, знаешь, втроём двери, ловит пару капель, да? Растует заклинание и бросает щип льда в волка. Хорошо. Шип льда волка. Он мне должен спас в дексе. Ну, кей, ничего не должен. Но спас сделает. И я не знаю, типа, 17 сосулька и пирсинг урона, типа, это магический урон или нет? Хуксуак! Макс, Макс. Короче. Эту, вот эту д8, её получил Виргольф ещё, типа, потому что я в него кританул. Какую д8? Виргольф получил на д8 урона больше, потому что я в него кританул. Угу. Ну ты сам об этом забыл. Я сам ещё про д4 забыл, и что? Это ты мне не сказал. Я тебе ничего не должен говорить. Ты адвокат правил. Эх, ладно, записываю. Но последний раз, в следующий раз забудешь и не разрешу. Так, он спас прокинул, но этот урон, ну, давайте магический будет, окей. Я в принципе согласен. 9 пирсинг урона. Да. Спас он пробросил, да, уверен? Спас пробросил, да. Подлец. Так, это был мой экшен. Ты видишь, как в него влетает сосулька, но ему совершенно не холодно. Он такой, оооо. Я, я ориентируюсь отсюда. Конец от. Окей, рождённый в тумане. 5 ходов. Ходит волк. Который решает заняться астром. Ходит. Ну, не знаю, погоди, погоди. Вот он только что увидел, как Садака, стоя в ореоле. Угу. Двери такая, охала-махала, и выстрелила, короче, магия, и куда-то потом убежала дальше внутрь. И? Так, к слову. Ну, мало ли ему это было. Ну, он как бы и видел, что и Астар там заклинание делал. И он поднял только что Джоссию. Понял, окей. Я как бы изначально сказал, что я иду ему руку пожать, что он порезал этих. Происходит укус и удар своей когтистой лапы. Вот когтистая лапа попадает впервые. Под ребра Астару заходит... Сколько? О. А он мощный тик рубит. Тебя мощный? Да. Фигит. Не на много, конечно. О, да! На 2D4 выпало по единице. 4 урона ты получаешь. Астар, спас по телосложению. И твой ход. Он его ударил лапой, погоди. Да, он ударил его лапой. Понял, извини, я забыл. Ой, извини, извини, Макс. Я просто очень сильно не хочу проиграть. Не, ну вы сами ввязались в это сражение. Астар, D4 кидай. Да. Типа, блес работает. Я еще не хочу сдаваться. Да, у тебя остался. Повезло. У тебя остался. Астар? Тя не слышно, если что? Да, да, я понимаю. Я буду уворачиваться. Додж-экшен, тискейм. Бонус, чего-нибудь нет? Нет, уже все кончилось. Вот, тигр такой видит, что Астар такой уворачивается. Вправо-влево такой решает. Поворачивается в Джосси и начинает его бить. В Джосси. Так, это 19 или 24, пац? 19 есть? Астар, я же сказал. Астар, я же сказал. Астар, я же сказал. Астар, я же сказал. Это 4 и 6 урона. Джосси. Астар, я же сказал. Встань в угол. Встань в угол. Жесть. Такая динозья такая. Дигарь. Дигарь посылает волшебников в прямом эфире смотреть без смс-регистрации. Могу скрины скинуть, если надо. Да чё уж ты, Макс, верим на тебя. Джосси. Ты видишь, как он просто на тебя такой смотрит? Я тебя сейчас в углу обоссу. Итак. Ещё что-нибудь? Ну а чё, нет. Что нет? Ну нету ничего. А, ну сказал бы конец хода. Типа, простейшая фраза. Садак. Садака достанет свой скимитар. Угу. Который, несмотря на прибамбасы в лице особого камня, в нём, кажется, не считается логическим. Поэтому она просто сделает несколько, как их называют, пасов руками. Выставит меч в сторону Вервольфа. Угу. Да. Угу. И в него с меча слетит с густок огня. Давай. Да. Пять урона огня. Окей. Записываю. Они обожирены, так что я пока ещё тут постою, да? Рождённый туманит четыре хода. Ходит волк. Сделай карту на много функов. Куда? Зачем? Крама. Он не будет их убивать, типа Игорь. Он это... Я ещё у Крама сказал, что я не собираюсь с ними вписываться в драку. Зачем мы их искали? Потому что два грёбаных законника хотят приключений на своё очко. Итак, снова попытавшись укусить Астара. 16 попаданий нет? Нет. Нет. Астар-выход. А как он выглядит вообще, этот Вервольф? Как он? Сильно потрёпан? На самом деле, сильно потрёпан. Так-то в нём сосулька торчит, его подпалили, в него что-то бросали, его резали. Сосулька взорвалась, если что. Ой, да кого тут не подпаливали в этой пати? Астара. Джосси. Джосси. Садака. Тебя только. Я заворачиваюсь в его сторону. Сарказм. А, нет. Нет, тогда я буду дальше уворачиваться пока. Нет, вот сейчас. А, ты же уворачиваешься, я что-то тогда, этот... Да, да, да. Я забываю постоянно. Слушай, поставь какую-нибудь отметку, там, ботинок какой-нибудь. Пожалуйста. Так, ходит Тигр. Такой он. Это снова уворачивается. Начинает бить Джосси. Джосси, ты же не уворачиваешься? Нет. Так, 18 попаданий? Нет. Тогда одно попадание. Да ладно. Да. 9 урона. Вот что попал. Это был хорошим другом. Джосси спас бросок от смерти. А у него же аннулировался то, что он один раз уже спасся. Да, аннулировался. Хреново. Хреново. Первый мисс. Садака. А. Так. Не, ну если я умру, я буду, типа, друидом Варвар. Таким же Тигром. Подожди, ты, ты можешь быть синим эльфом Вирвольфом. Ну, стохнув, ты еще сильнее не посинеешь, кстати. О, жестко. Жестко. Нет, я пока... Привет, Сахвар. Слакай. Синим эльфом Вирвольфом в смысле? Настоль Варио с неубиваемой Варио, что плохо будет всем остальным моим спортом. Так. Вам привет передали, если что. Привет. Привет. Там есть кто-то на Твиче, пойду пообщаюсь, все-таки не играю. Невероятно, у меня кто-то бывает. Окей, Макс. Пасы руками, еще один взмах с Кемитаром, из него слетает Павер Вольфу. Давай. Сгусток огня. Давай. И он такой, хая, погоди, 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 погоди. Че, погоди, погоди. Пятнадцать процентов. А, окей, да. Пять урон. Пять урона, да. Его еще раз повторю. Ну, я отъебусь вот сюда. Ага. А нет, даже нет, даже вот сюда угадаю. Конец вот. Рожденный в тумане, три хода у тебя осталось. Волк такой решает, типа, а пойду-ка я к Садако. А порта, Асфер. Начнет ее кусать. Получи. А ты этот? Да. Варкастер? Прикольно. Не ожидал. Волк точно этого не ожидал, но пробросил. Так, в начале укус, а потом под ребра когтями. Так, укус. А, все попадает, я так понимаю. Спас по телосложению Садак. Два раза по пять, то есть десять урон. Астар. А я могу наискосок вот эту клеточку... А, ну, в принципе, я обойти могу, да, тигр? Держись, друг. Да. Хорошо. Он, типа, стабилизирован. Игорь, может, тебе как-нибудь ответить. Влад, сможешь, типа, в мою группу в ВК, типа, скинуть фотку Садака? Да я уже. Ага, ясно. А ты откуда ее взял? Достал из ролл-20 через код страницы. Ага. Так, уходит тигр, которому интересен астор, поэтому он начнет его бить. Восемнадцать попаданий. Да, тюзер. Одна лапа прилетает по тигу. На целых шесть урона. Сесть. Джосси. Так, Джосси стабилизирован. Садак? Садака за... Это у нас что? Погоди. Собственно, смотри, Садака произносит какие-то слова, касается рукой своего кристалла, который висит именно на щейной цепочке, да? Ага. Зажмуривает глаза и исчезает. И появляется это мести-степ, если что. Ага. Вот здесь. А сколы есть еще, да? Да, это уже второго круга по шлистовой. Ага. То есть предметами и сосульками ты за первый круг бросал свой кейт? Да, да. Окей. После чего она поворачивается, видит, собственно, мистера Твистера, который сейчас в углу стоит. А, спас от астера, пожалуйста. Хотел сложение. Там эта констрация. Там, тогда, тогда я подожду его спас, то мало ли мне понадобится. Я еще забыл, что оно у меня с преимуществом. Ну-ка, погоди, Макс, а ты забыл спросить. О чем? Поспойся. Преимущество, да? Ладно, проехали. Садака поворачивается и снова стреляет фейерболтом по Вервольфу. Давай. Погоди, погоди, погоди. Погоди, погоди. Догидруйся. Анимат. Попадали 11-й. Нет. Нет. У него 12. А, погоди, погоди. Либо я, да, либо там до 4 докидывать не надо было, я сказал. Ну, так. И я отвалю. Вот. Ну, короче, грубо говоря, это у нас вот сюда. Что-то далековато, но я понял, ты промахнул. Ну, да, да, да. Там петля, короче, петли не было. Ясно. В общем, и это конец вам, да. Рожденный в тумане, 2 хода осталось. Да. Так, ходит волк, второму, к которому можно добраться. Перепрыгивает, добегает, он начинает кусать и рвать. Вот и рад. Так, укус попадает. 27 уже попадает. Спас по телосложению и, если что, 7 уронов. Кажется, мы закончим. Астар. Да, Садака, у тебя тоже чесаться начинает. Кажется, партия Вервольфа готова. Ничего страшного. Вервольф это... Это сплошные бафы. Трипл-кил, ёпт. Окей, пускай попробует аппарту дать. Давай. Попробует. 21 попадает. Я тут же лежу. Может даже урон не бросать. Ну да, там 10. Ну чё, было приятно поиграть. Ну чё, отдайся. Типа, кто хочет за пауэрплейить пятерку? За пауэрплейить? Еее! Вообще, у меня есть идея на 40. Но... А чё туман делает? Туман подходит, прожимает всем рвут. Туман, ты подошёл. Мне ещё два хода идти. Ну я пришёл? Да. Ну я подхожу к двери, они там все лежат, тохлые. Погоди, погоди, я настаиваю. А, да, спас броски, спас броски, окей. Ты настаиваешь кидай. Блядь. Ты нас не добиваешь. Второй. У вас не добиваешь. Джоссия... А я стабилизирован. Да, он стабилизирован. У меня один плюс, один минус. На момент, когда туман подходит. Я не могу стабилизировать, если что. А нет. А, туман, ты подходишь и видишь, как оборотень подходит ко всем, в который волк, и стабилизировал всех. Блядь. Сори. Я от него сейчас откидаю, вы не против? Я скажу, если ему не получится. Давай. Так, садага стабилизирована. Блядь. Астар. Чё это за число? Да, тоже стабилизирует. Тупо волк руидит. Ну ладно, я предлагаю, типа, просто, типа, закончить партию неудачников, типа, и начать партию ноль-чуваков. Слушайте, чтобы вы правильно понимали, ваш персонаж живый, и просто проснуться оборотнями за трупом. И что? А, ладно. Через четыре часа придёшь в себя. Да. Почему, чё-то, что раньше. Через один. Через один. Сраные дебоны. Моё к ним отношение не поменяется, Макс, так что я знаю. Если они не уйдут... Не, ну просто у меня появляется три неписи, а оборотня... Мой персонаж... Чё у тебя появляется? При небесе. Ну, типа, либо это... Не, Джой себя заколит в себя, типа. Ох. Just for fun. Так вот. О, всё, блядь, обидки пошли. Ну да. Ну, типа... Ну, типа... No touchable, это... Задача равно, типа, новый персонаж, который сумеет с этим справляться. Чурья, Игорь, ну ты пусть-ка так быстро сдаться. Чурья, друид, этот... Чурья, друид, варвар. Всё, понеслись обидки. Для начала, ну, как бы, стоило понимать, что в лоб в такой ситуации не надо идти, учитывая, что практически при вас уничтожили четырёх инквизиторов. Да не, бред какой-то. Мы же, блин, законно добрые, давайте бросаться в жерло вулкана, потому что там, не знаю, упала монет. Мы должны достать её, это была любимая монетка кого-то. Иди в лоб, ты, блядь, на... На двух Мирвольфов напасть, ну ё-моё, в смысле? Если бы они играли по правилам... Погоди, брайон. Они херачили две атаки в рейла, типа, за то, что к ним подходят. Да. Может быть... Влад, куда ты там что скинул? Подожди, Игорь, ты сейчас хочешь это пауэрплейть, ты будешь делать то же самое, но тебе это можно делать, а им нельзя. Нет, в смысле, я буду... Не, у меня будет просто буст, типа, в шильке. В 120 типа жизней и ничего более. Типа тоже самое, нечестно. У меня 20, у тебя 120, это нечестно, я требую нерф. Буст в 120. А это не важно, требую нерфить. Это нечестно. Будет больно, типа, персонажем, я знаю. Типа, я сказал, будет больно. Ром, что ты правильно понимал, он просто, типа, будет за зверю бегать и который ничего будет не уметь, кроме как атаковать. Типа, файтера дофига тп. Ну, окей, окей. Я сейчас пытаюсь доказать, что Игорь сраной обидкой, он истеричка. Нет, давай никому ничего не будем доказывать, для начала. Да, Игорь, обидка, истеричка. Типа, до next time. Давай, пока. Окей. Макс, я не нашел, но я лишь предполагаю, что... Не, смотри, я просто, в чем моя логика, в токенах этих монстры записано, что они могут делать за экшен. Типа, у них есть особенность и экшен. Вот, у персонажей экстра-атака как особенность записана, поэтому они наносят, типа, дверь. Поэтому на реакция это не работает. Но у монстры в экшене записано на ноте атака. И мы все равно втроем не убили. Это уже разговор по правилам. Мне похуй на ситуацию, которая произошла в игре. Типа, я согласен с ней, я понимаю, как она произошла. Я понимаю, что это, скорее всего, так и произошло бы. Но я отривил у персонажей, я поступил, так как я считал... Не, ну, это понятно, просто я имею в виду, то есть тут к обидам ничего не должно быть. То есть была такая ситуация. Да, обиды нету, не подумайте, ни в коем случае. Как тебе никаких вопросов, я до Игоря доколупался. Не надо доколупываться, Игоря там что-то замутит. Да, и это токсично, если что. Это плохое поведение. Я нашел, почему у игрока не работает. Потому что экстра-атака работает в твой ход. И не работает в чужой ход. Да, действительно. Мультиатаку я не нашел опровержения, что она должна работать, поэтому... Бан и... Да, Монстра 4, действительно. Ну, либо ты можешь, типа, решить, что это работает как экстра-атакой, типа, тогда все более-менее... Ну, смотри, я, к примеру, на порту использовал только одиночные атаки, но как заготовленные все-таки, типа, было так. А, ну, окей. Ну, не, а порта-то прописано. Заготовленные, окей, походу, заготовленные будут эти самые. Вот. Окей, 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 окей. А, а, так, блядь, я и затупил еще сам. Акшенс, он, типа, экшен, это, как будто, атака. Они... Вы, кстати, почти волку убили, у него 5 хп осталось. Да я знаю, я по нему вот тогда промазал, я его замочил. Урод, какая у него там скорость погодить? Ну, тигр, пусть он, наверное, забил. Не, у него 30... А, не, в форме волка 40, обычно 30-ка, 30-ка. В этой... в гибриде тоже 40-ка. В гибриде... Окей. Так, а... Наверное, 40-ка, уверен. Такой вопрос, уточнение к тебе. Когда Содака проснется, потому что она, как бы, по факту-то, не умерла, да? Ага. Отношение к ним у нее не поменяется. Так что, если они останутся здесь, типа, боевка продолжится, и в этот раз они убьют ее, или нет? Или она уже станет Вервольфом, и они физически не могут ее замочить, и она их убьет. Физически не смогу замочить. Хороший вопрос, кстати. Ну, да, это интересно. У них же когти, наверное, тоже магические. Нет, нет. У них не магические когти. В том-то и дело, типа, Вервольф не может убить другой Агр-Вольфа. Но ты что же ничего не делаешь? Вереба не сбегут от тебя. Нет, нет, ты не понял, я владею магией. У тебя кончились же слоты. Нет, ну, она может этими. Кантри-по. Да. Снаряды между собой. Я их только сожгу заживо, как и полагается, во славу Инквизиции. Да. Хитро, хитро. Так что, как бы, они либо... Либо я успеваю с этим Вервольфом, и тогда они либо убегают, либо они мерзают. Слушай, я не смотрел там, как долго становится Вервольфом, так что я думаю, ты просыпаешься все-таки... Но я ж не думаю через час, он же час вырубил. Я думаю, при ближайшем... Ну, в моем мире не при полнолунии Вервольфом становится, когда Луны вообще нету, так что бы, типа, когда будет... Как это называется, когда Луны нет? Без Луни? Не, прикол не в этом, Макс. Все равно он станет через час, и к этому моменту он еще не будет. Да, он не будет, да. Типа, превращение произойдет в безлуни. Да. А, ну все, тогда приехали, я пошел. Ну, то есть, я еще останусь с вами попиздеть, конечно. Но я по пути буду делать новая коса. О, как раз татчкой набросаем, может? Да, у нас. Ту-мантри, ты можешь описать, что ты делаешь. Что? Ты можешь описать, что ты делаешь. Сольно играть на один на один с мастером. Да не на один на один с мастером, ты такой пришел, что-то сделал, ушел. Я хочу послушать Астора, что он молчит. Траст, скажи что-нибудь. У тебя что попал в персонал? Да, что мне говорить. Меня убили. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Тебя ж не убили, ты ж стабилизирован. Через два часа я тебе что-нибудь скажу. Ты сначала давай все, что ты будешь делать. Ты можешь кинуть обидку, как Игорь, принять как мужик, как Влад, или просто играть дальше, как нормально. Нет, но это будет тоже зависеть от того, что... Через два часа какая ситуация будет в этой комнате. Они тут также будут сидеть пить. Хорошо, начнем по порядку. Ты на них кинешься, когда проснешься? Не знаю. Я, конечно, их не люблю, но, наверное, я не дурак все-таки. Вот оно отличие законно доброго от обычного доброго. Ключевая фраза. Я просто их запомни и буду пытаться найти кого-то, кто... А, ты продолжил Астора играть, да? Да, надо будет тебе статы оборотней скинуть. Ты именно Вервольфом стал. В смысле? Он же еще не превратился. Не, ну, надо будет все равно скинуть. Превратиться. Ну, он же может вылечиться как-то, нет? Нет, нет. Может. Ну, может он успеет. Появилась новая форма? По факту, да, новая форма появилась. Все равно статы надкинуть и посмотреть, когда там безлуния будет ближайшая. Адвентага на персепшн, который полагается на запах и на слух. А также ты иммунен ко всему урону обычным оружием, кроме магического оружия и кроме посеребреннего. Смотрите. У вас же какие-то минусы, это же неуправляемые уроны. Вот так, кстати. Да, это неуправляемые. Но сами подумайте, это довольно-таки необычный поворот сюжета, что вы будете разбираться с водой. Потому что вылечиться это не за один час. Получается, если вы будете разбираться с водой... Это понятно. Какие минусы у Вервульфа? Пофиг на ту воду, до нее еще дойти надо. Не, но я имею в виду, то есть, по сути, Астра будет являться врагом церкви. Макс? Перебрасывай, если там что-то два минусовых я разрешаю. Влад, но тут... Оба раза можешь. Типа, Макс, тут не два минусовых, да? Подожди, ты неправильно кинул. Я правильно кинул? Ты тоже кинул 4D6D1. Да, кстати. А ты не молл 3D6D1. Sorry. Sorry, я что-то забыл просто формально. Про 1-2 не забудь. Ну это, конечно, топовые набросы. Я просто смотрю тройка, я думаю. Ну это набросано мужика, типа. Понимаешь? Ну тройка это когда все четыре единицы. Да, все четыре единицы и, типа, играть за этого, за орка с минус пятым интеллектом. Ну второй не плохой хотя бы. Ну такое. Они одинаковые. Две минусовые, Макс, одна... Да, перекидывай. Ах, ты мне минусовые. Не совмест. Не твой сегодня день. Так, это считается. Ну дальше можно не ролить. А, еще раз? Да, ну у тебя все убедились. Если позволяешь. Это почти стандартный набор. Это стандартный набор. Нет, это не стандартный, это немного лучше. Да. Вот это реально кошка. Нет, хотя нет, нет 14-й. Да, 14-й нет. Зато пятнашка. Да, зато минусовой нету. Три двенадцатый. Три двенадцатый. Ну почти стандартный. Ну это клевый наброс. Я, наверное, возьму верхний. Почему? А он лучше. Там выше бонусы. Потому что 15-14 есть. Да и статы ты используешь не все, типа. Так что... Ну в принципе, да, типа минусовых-то нет. Ну неплохо, неплохо. Так. Сейчас я их куда-нибудь пешу. Бля, Влад разождилось. Он сейчас как соберет персонажа. Это же будет просто писать. Нет, ну Игорь странную вещь собирается собрать. Я не знаю, кого Влад будет собирать. Нет. Игорь просто истерит. А вот Влад реально соберет какую-нибудь жизнь. Нет. У меня есть идея персонажа, и я его и соберу. Он забавный. Там сейчас будет 10 мульти-мульти-атак с каким-нибудь диким уроном, и это все бонус. Знай я эти приколюхи. Это скорее соберет Игорь. У него, короче, будет Мишка. Я, кстати, не понял, как он третьим уровнем собрал все это сделать варвара-друида, потому что превращение у друида, по-моему, в третий уровень. Так что он что-то там, типа, с горя попутал. Там, типа, это билд, который на четвертом, вроде, уровне работает. Но он все равно, он, типа, Макс, у него все еще есть. Да, у него будет экстра-атака, но Медведь, типа, по отцу слабоват. У него хп, он, типа, за хп будет делать все это. Сейчас уточню про варвара. Просто... Ну, что-то, типа, 120 хп, это как-то хера, я что-то не видел. У него, понимаешь, у него хп Медведя, и он... Да, у него, типа, хп двух Медведей и свои собственные, это где-то да. И резистку урону, Макс, типа. Так, если он на третьем уровне только превращаться получает, он не может фарваром стать. Нет, он... Погоди. Не можем. Мультикласс нужен. Да, и мультикласс нужен. То есть, у него не хватает одного уровня, чтобы варвара стать. Нет, нет, у него все хватает. У него два уровня друида, один уровень варвара. Вайлдшейп на втором уровне получает, он превращается в что-то еще. Так нет, типа, круг на третьем уровне выбирается. Я знаю. Он не сможет Медведем стать. Да, он просто не будет Медведем, но факт того, что он под какой-то жирной, типа, тварью, у которой много хп, и у которой резист к урону, типа, все еще делает из него опасного ублюдка. Там урона не будет, это просто мясо, которое бегает, и все. Есть, нет, нет, погоди, есть клевая, если я правильно помню, есть огромная змея, у которой есть урон дополнительный от яда, и он приличный. Да, я не думаю, что это 1,4 сяра. Сейчас я проверю. Типа, ему нужно следующий уровень, чтобы все это работало, как минимум. Так, это не та змея. 1,4 сяра, говоришь? Да. Да, 1,4 сяра. Гигантская ядовитая змея наносит плюс 6 к хиту. 1,4 сяра. Плюс 6? В зависимости от DC. От DC была вообще какая-то гиперкрутая. Она, да, она должна не 1,4 сяра. И 14-й арморкласс. Она и ползает, наверное, я не думаю. Нет, тридцатая скорость, и у нее 3,4 сяра может по стенам. Нет, 3,4 сяра, она не умеет по стенам лазить. У нее есть blindside 10. Это самая лучшая, змея, это самая лучшая штука. Я, блядь, отвечаю. А, кстати, вы там дискорд, чекайте или нет? Дискорд? Не уверен. Потому что игрис грилл с концами. А, да. Макс ищен нового человека. Типа. Типа минус же по 100%. Гигантская змея, это охуительно. Да. Да, блин, я не знаю как, типа, чтобы все-все ситуации, которые с вами случаются, вы могли бы просто в лобовую пройти, что ли? Да нехорошо это. Да, я согласен. Знаешь, даже бы я не стал залупаться на двух вольфов. Типа, реально было показано, сколько они сильные, надо понимать, кто они такие. Они на вас первыми не напали. А, да, вы бы могли с ними хотя бы поговорить. Нет, погоди, погоди, а они на нас первыми напали. Мы на них, наверное, нападали. Мы за Девитров. Нет, нет. Ну, задержание, это аналогично. Тем более, ну, ты знаешь, и все знают, и они тоже знают, что те, кто, ну, напал на инквизиторов, тех казнят. То есть они такие, окей, давайте нас убьют, мы согласны. Я думаю, они не просто, типа, привилегированные, там, какие-то господы. Они привилегированные господы, только с другой стороны. Это, скорее всего, какие-нибудь, типа, главы культа. Ну, не главы, но какие-нибудь высокие шишки какого-нибудь культа. Нет, я думаю, они посопридерживаются, на самом деле. Честно, я бы сказал, что они буквально не будут какого-нибудь организации. Я, ну, за что, лавер вульфу туристов, причем один из них какой-то типограф, а второй это... Да, в чем проблема, типа, у него есть состояние, чтобы путешествовать, а его стаи... Убивать сраных инквизиторов. А-а-а, хохир, я не знаю. Ну, типа, он вирвольф. Попост у него, типа, есть, но я не думаю, что у него хватит откупиться от всего, что он творит. Да, но он, для вирвольфа, он убежать может, это раз. А во-вторых, он же вирвольф, у него, типа, горячая кровля, что-то такое, я думаю, поэтому и произошло. Ну, хрен знает, а до Макса потрясти. Макс, да, мне новый, типа, чарник, я не хочу переписывать старый, типа, это... Да, старый переписывать, это просто жесть. Хорошо. Я плюсану. Необычная проблема не являлась, а для вас почему? Ой, да там, блин, убери топ, а то новое добавь. Так херово. Проще новый лист взять. Так, значит... Ага, имя-то Макс. У меня как раз вчера парень спрашивал, типа, давай устроим вайп-партии. Да нет. Если сами не торвутся, не будет. Макс, Макс, хочешь секрет? Да. Игорь ливнул с канала в дискорде. Что, реально? Ну да, посмотри. Нифига его помануло. Кому ты пишешь? Так, блин, он не отмечает в дискорде, что ливнул, а я поэтому такой... Он в ВК остался. Да, понятно. Ну можно его сюда обратно позвать, если совсем надо. Вон он, Влада остался в канале. Да ладно, пускай подумает, может отпусти. Макс, подскажи, пожалуйста, подобная вещь, как охота за головами в ресурсе, Тони. Охота за головами где? Куртоне. Или на этом континенте? Ну, типа, есть, но опять же, частных организаций нету, то есть ты сам вот на себя работаешь, да? Нет, это в стиле ты работаешь на правительство, которое такое, йо, вот этот чувак, на него есть награда. Типа, те, кто из вас смогут принести нам голову этого чувака, получат эту награду. Ну да. Такое вещь. Вы, типа, за гоблинов по такой же системе получили награду. А это просто доска объявлений, типа, за вот этого награда, за вот этого награда и всё. Как из-за бандитов, да? Ну, в принципе, да. Ну, опять же, это должны быть именно и бандиты. Так как, чтоб не было такого, что там пошли где-то кучу крестьян, вырезали ей голову, представили это бандит. Нет, ну, я имею в виду, типа, известные бандиты, скажем, какие-нибудь группировки, ну, типа, лидеры группировок бандитов. Ну, на самом деле, такое доказательство нужно, но так-то, да. То есть, за именных бандитов, которые знают, как выглядит, как вот, типа, на Диком Западе любят показывать, да, такое есть. Ага, да, да, да. А за какие-нибудь такие крутые организации нужно татухи притаскивать. У вас, кстати, одна из таких татух есть. Это какая? Ну, которая, это взгномить. Да, которая пиратами местные. Типа, пиратская татуха. Вот, я бы хотел быть, типа, вот таким вот чуваком, который, типа, йоу, я хочешь на людей. Окей. Типа, баунти-хантер. Нет, это не проблема. Будь таким. Какие-нибудь детали... А, еще просто... Еще вот хочу, что уточнить. Допустим, это не конкретно контора, да, но, предполагаю, есть местечко, где такие баунти-хантеры, они просто вместе тусуют. Типа, клуб по интересам. Таверна, скорее всего, какая-нибудь определенная. Да, на самом деле, таверны, притом, типа, самые такие вшивые таверны, чтобы именно вот в этом всем крутиться, слышать какие-нибудь истории и так далее. Могу ли я... Просто я собираюсь сделать немного персонажей, которые такой постарше, да? Могу ли я знать об этих тавернах в каждом городе в Куртоне и вообще в итоге, в идеале на континенте? Ну, куда я могу добраться? Ну, ты знаешь, я бы сказал, что тебе, как минимум, нужно этот воровским языком владеть, наверное. Не знаю. Ага. Не обязательно, он же скорее как работник с этой сферы. Не, понятно, что работник... Ну, хотя, в принципе, да, ну уж. Воровской, скорее, позволяет найти... Не, это понятно, но я говорю, что они обычно располагаются в таких тавернах, в которых варьё водится, потому что можно услышать или встретить кого-то, кого-то за кем охотишься. То есть это... Я понимаю. Я просто могу быть с соркой, но можно и набросать мультикласс, типа. Фонтов. Ребят, если мы ничего будем не обсуждать, что туда отвалишься. Да, давай, типа... Там... Я, я еще что-нибудь тебе скину, там, по поводу воров и так далее. Спасибо за игру. Надеюсь, обидеть. Да, да. Я, в принципе, могу взять рогу. Типа, там, как раз, ника, экспертиза, и в раз... Один уровень роги... О! Муа! Да, то есть, как бы... У всех, Макс спрашивает, сори за обиду, там, туда-сюда, а когда я сдох, он ничего не сказал. Вот вообще обидно. Ты уже не первый раз у меня погибаешь, у тебя уже премиальный есть. Ты уже привычный, типа. Ты уже привычный. Узер, да? Я тебе скинул, там, вот это вот... Априлой. Априлой. Блин. Одной Эллы не хватает, будет Априлоли. Чего за лоли? Ну, смотри, там, типа, имя Априлой. Если Эл добавить предпоследнюю, то будет Априлоли. Как у Макса есть лоли в мире? Почему мы про них не знаем? Как бы лоли, это маленькие дети. Но у нас есть священия. У нас есть священия. Нет, 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 погоди. Лоли, это не маленькие дети. Лоли, это маленькие милые дети. И не всегда дети, Макс. Типа, это маленькое милое существо. Мне пох... Которое похоже на ребенка, но не обязано им быть по возрасту. Маленький ребенок? Милый? Лоли? Типа, если у меня в мире их нет, получается, нет маленьких милых детей? Нет, нет. Маленький милый... Нет, тут еще и разница есть. Типа, маленький милый в сексуальном плане. Потому что маленький милый ребенок, это кавай. Да? Сейчас, типа, задвигаю, короче. Кавай, это не маленький милый ребенок. Это вообще что-то милое. Это определение этого слова. Ну, типа, это что-то... Обычно это маленькое, да? В связи с тем, что обычно маленькие вещи милые. Типа, да. Ребенок... Слушайте, но если у вас такие персонажи, то да, лоли есть. Если у вас дети не возбуждают, лоли нет. Типа, лоли, это не только кавай, типа. Вот я тебе еще раз говорю, если вашего персонажа возбуждают маленькие девочки, то получается лоли есть. А если нет, значит нет. То есть это понятие психологии. Ты же не разрешаешь за них играть. Блядь, зашел на Пинтерс... Как бы вы можете за них играть, но вы будете комонерами нулевого уровня. Е-е-е, сырое приключение комонеров нулевого уровня. Да, у вас будет целая курица. Бля, опять новый персонаж, будет новый человек. Ну твою мать. В чем проблема, типа? Я же к трасту не привык. А вот опять кто-то припрется. Высокая смертность. О, мне нужна лампа. Отлично. Макс, намутин, намутинам тянку в паттин. Я, кстати... Да, Макс. Блин, я бы хотел, но когда я выкидываю объявление, никто не пишет. На самом деле, как-то раз я... Ты писал уже раньше. Че? Ты же писал, как это тянка, или нет? Один раз всего лишь за все время. Почему в конфе у Влада, вон, блин, там полконфитянок и типа все играют? Че за херня, ба? Какая у него полконфитянок? Пора разбавить нашу сосисочную вечеринку. Я бы на самом деле с радостью. Ну, я только один раз недавно объявление видел, но это месяц назад, наверное, то, что там девушка как-то куда-то вступить. Ну, блин, у нас был Игорь. Да, это в игре у Игоря. Да, в игре у Игоря одна и у Влада одна. Да, я согласен, у них есть. Мне не пишут. Не расстраивайся, Макс. Тем более, учитывая, какие легенды рассказывают о моем кампейне, там, к примеру, вот, которую играет у Влада, Ксения, она даже такая... Ой, блин, ужас. Меня бы сразу убили. Макс, полковник. Кто? Полковник. Смысле, полковник. Те никто не пишет. Полковник у них не пишет. Да? Это сложный фильм, взрослый юмор, окей, я даже не ожидал. Бля, я в смысле взрослый юмор нашей болотость. Ну, понятно. Сколько уже без этой песни? Не знаю, сейчас посмотрю. Там, наверное, прилично. Так, сюда... Это... Открыть. Она 98-го, ей 21 год всего лишь-то. А нет выпуска 2000-го. Кто, что херой? Песня. Ну, там 98-го. 27-го, ты тоже в Америке совершеннолетний, так что... Короче, 15 лет, будем так считать, для ровности счета. Короче, Макс, давай, ищи кого-нибудь интересного нам в пати. Так, кого я интересного вам в пати? Ну, я бы знал еще где-нибудь. Кто-нибудь. Я бы знал, где искание. Нашел, да? Я не знаю, я снова, типа, объявление выкину, снова эти люди, допишите, что, снова до набора. Это уж... Я не знаю. Типа, знаешь, в комментах, бля, что там происходит. Не, ну, тут два варианта всегда. Не, хотя, все к одному сводится, люди уходят. А если люди уходят, то как-то плохое показать. Да, а, погоди, 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 я хочу не как JPEG. Я хочу как, я хочу как PNG. Hell yeah. Да, типа, если токены скидывать, то по NG. В противном случае, там вот эта, окантовка будет белая, что я не буду загружать. Это нужно загружать. Блин, я же сам... Чем? Ёпту, мать, сколько все-таки памяти выжирает сраный Firefox. И это Firefox, блядь. Оперо больше. Оперо у меня вообще дофига жрет. Ну, так я же говорю, типа, это Firefox, типа, Chrome и все остальное жрет еще больше. Я тут недавно узнал, почему не могу в 60 FPS стримить, я немного расстроился. Почему? Ты просто подумал, что у меня оперативы 12 гигов только. А сколько надо? Ну, чтобы 1080 на 60 FPS стримить, надо где-то 32. Сколько? Сколько, да. Тихуя себе. Ну, типа, вот самые продвинутые нынче игры вместе с таким стримом, 32 гига. Хуя себе. Да, я такой посмотрел. Че-то слишком жестко. Но, знаешь, на самом деле, стрим он живет столько, сколько игра. Ну, у меня на ноуте всегда диток гигов 8 занято чем-то. Ты играть можешь, но стримить нет. Вот в чем прикол. Ну, блин, я бы еще понял, типа, 16 гигов, там, оперативы минимум до 1080-60, но типа, 32 это... Я тебе реально говорю, можешь пройтись по стримерам, посмотри, что у них за, типа, фигни стоят. 32. Притом, некоторые, некоторые играют на одном компе, а стримит на другом. срубают два и на обоих 32 стоят. Не, так, не обязательно, чтобы второй был настолько мощный, типа... Ну, понятно, но я имею ввиду, типа, стрим на самом деле живет до хрена, я даже такого не думал. То есть, вот это вот запись, 60 фпс, она живет очень много. Ну, типа, берешь какой-нибудь любой ноут, даже, который рабочий, ставишь игровую пекарню, и все. Стримишь через ноут. Ему похер, нагрузка не такая большая, играешь нормально на ПКшке, вот и все. В принципе, да. Посмотрите. Я просто посмотрел, сколько стоят, типа, эти компы из 32 гига. Я такой, ёрта ж. А, тебе больше, скажите, нужно 32 гига высокочастотной, скорее всего. Потому что все процессоры любят высокочастотную память. Это в идеале, конечно. Ну, смотри. Ну, вот. Я такой просто пытался определить, а че, че, почему у меня не получается? Такой, типа, по всем параметрам у меня нормально было, а вот оперативка, блин, жопь. Да, вот такие вот пироги. А, лень, мне в следующий раз надо будет собрать с ними, разбираться. А че с ними разбираться? Че ты хочешь с ними делать? Поговорить с ними. Потереть за жизнь. Кто-то может сейчас это спросить у них? А, мне лень же. В следующий раз заодно и найдешь кого-нибудь послушать, что происходит вообще. Может, сделать спешок во времени, на самом деле, чтобы мы вместе снова все тусили. на самом деле, мне лучше с тобой отдельно все это отфигачить, потом тебя как-нибудь объединить с Астером. Так подожди, а Траст же тоже вроде остается. Ну, с Астером, я и говорю. Ну, двое. Предположительно, новый игрок и, ну, что-то там совладно. Ну, тут просто прикол скорее в том, что в Табаксе живут столько же, сколько и люди, и как бы у меня персонаж ни хера не 18 лет, ты как бы несмотря на сколько не настолько типа на месяц вперед, на две недели. Ну, это важно, это окей. Типа почему? Вы между собой с Астером решите? Просто если на несколько лет вперед, то я могу сказать то, что вот ситуация с водой разрешится мне в вашу пользу. Погоди, погоди, погоди. Вы просто решите, что, почему вы решили остаться вместе с Астером? Между Туманом и дальше по премкам? Ну, это можно. Ох, какой мне лаймот выбрать. Какое-то тублюдо выбирайте лаймот, чтобы если что-то случилось, вы на это не кидались с мячом. Только не перезаконного, пожалуйста, это реально тупняк. Выблим нет, запросу. Возьми нейтральный и все. Но нейтральный какой? Типа трюль и хаотичный по приколу если сможешь играть. Не уверен, что смогу. Я недавно осознал, что я сам-то больше типа клоуфалом. Ну, если грубо, да? Нейтрально. Типа он находится на людей, он типа добрый. Но я бы сказал, что ты типа законного. Я буду играть нейтрально злым в стиле да. Слушайте, а если поставлю на картинку о приглашении в партии Дема Горгона, партии сразу поймут, чего от меня ожидать. Дема Горгона. На Венское. Типа только уточни, что мы катаем по собственной и они по Out of the abyss и все. Ты не знаешь, кто такой Дема Горгон? Нет, кто это? Ну, типа ей блин, я забыл кем он именно там правит, например, демонами, значит, он из Инферна. Есть Принцы Ада. Вот. Оркус один из них есть, что бог некромантик. Вот. Их там 5 или 6. И вот Дема Горгон это самый крутой из них. Это что-то практически равное Тараске. Ну, короче, норм мужик нормальный. Я знаю картинку вон в Дискорде. Ставь вот это, это просто гарантированно. Слушай, иди нафиг, я точно кто-то странный к нам попадет. Тут этот прошлое воскресенье видео смотрели мне с Рикардо Милосом что-то там скидывали. Топ видос явно был. Да, что-то какая-то пародия на Наруто была с вот этими гачи-менами. Это на самом деле легко найти. Можешь на моем стриме посмотреть в прошлом. Нет, пишешь в Ютубе Наруто, Гачи и все. Да, да, возможно. Так, проводится для набор игроков в Альтерской компании передачи. Время субботу в 6, да? Так, играем в 18+, пунктуально с разумной персонажей, знания, с навпиш-системы, командный дух, исполненный ролл 20 и скорк. Командный дух. Я вижу у нас на высоте командный дубль. Антипригарное покрытие Пертакан скорее. Так, тифтусы. Я умею втифтусы. Так. Так, ладно, стрим обрубать будем, все равно никто не сидит.